Мы продолжаем программу. МЧС России подводит итоги региональных этапов конкурса названия лучшие по профессии. Имена победителей назовут 9 декабря на фестивале созвездия мужества в Москве. Татарстан будут представлять сотрудник Нижнекамской пожарной части Яков Тазов и кинолог Екатерина Маклакова. Их признали лучшими в стране. С героями встретились наши корреспонденты. Жим ногами ему дается легко. И то, что на тренажере нагрузка в 240 килограммов, никого не удивляет. В свои 52 года Яков Тазов показал, что он в отличной форме. Ну могу, вот димбельский уголок мы обычно раньше в армии делали. На одной руке. И сколько так можете? Я не знаю, не считал. 15 лет назад эти скромные результаты в спорте, шутит Тазов, помогли найти ему работу в пожарной части. Да к тому же в непростой. Подразделение охраняет территорию крупнейшего предприятия Нижнекамск-Нефтихим. Были случаи, когда Якову и его коллегам приходилось рисковать жизнью. Профессия пожарная, это как в бою каждый день. Дух поднимается. Словами не передать, наверное. Это самому надо ощутить. Хотя это лишь учение, все действия приближены к реальным событиям. На полигоне промышленного предприятия пожар. Горят нефтепродукты. Первым на место прибывает отряд Якова Тазова. На тушение 3-4 минуты. После на разборе полетов учением ставят положительную оценку. Сомнений в успехе операции не было, ведь в их отряде служит Яков Тазов, лучшей пожарной России. Я очень рад, что мы добились вот таких результатов в маленьком, красивом, нефтехимическом городе. Вот вырос действительно настоящий человек, настоящий профессионал, на которого можно надеяться на любой аварии, на любом пожаре. И что самое главное, что самое главное, он является большим примером для нашей молодежи. Сегодняшнее занятие, новый прием изучим с вами. Сейчас разминка проведем. Будучи мастером спорта, Яков тренирует ребят в детско-юношеской школе. Преподает азы татаро-башкирской национальной борьбы. Среди учеников и 9-летний сын Данил, который гордится профессией отца. Я хочу, чтобы он долго жил, здоровым был и жили счастливы. Сил у Якова предостаточно. Не зря больше 10 лет в родном Нижнекамске он остается сильнейшим батыром. Вот и сегодня очередные тренировки для бодрости духа. Ведь служба в пожарной охране не терпит слабых. Мешта. Я думаю, у всех людей есть, наверное, мечта. Построить дом. У меня есть свой участок. Она такая очень активная, шебутная собака. То есть, скорее, это такая общая черта. Она громкая собака. Я тоже громкая. Это тоже, наверное, наша черта общая. Они нашли друг друга в Ногинске во время соревнований. Кинолог Екатерина Маклакова и щенок по кличке Альфа Сагитариус Бакарди. Девушка долго решалась, смущала порода собаки. В российских поисково-спасательных отрядах французские овчарки – редкость. Она много лаяла. Это хорошо. То есть, для жизни это не очень хорошо, но в работе лая – это обязательно у нас. То есть, она очень была такая подвижная, шустрая, маленькая. Все время лаяла ко всем лезла. И очень-очень голодная. Она была самая голодная, что тоже хорошо. Екатерина предпочитает называть собаку не длинным официальным именем, а просто юга. Своей кличкой овчарка обязана одноименной песне российской рок-группы про волка. Манеры особо французских кровей отнюдь неутонченные. Задиристая юга предпочитает постоянно выяснять отношения с собаками в питомнике. Но это только в свободное от службы время. На занятиях по поиску людей на эмоции времени не тратит. Сейчас собака обследует весь завал. То есть, видите, завал достаточно большой, она проходит везде. Она смотрит везде укрытие и нюхает. То есть, вот сейчас я даже, правда, не вижу, куда она скрылась. Видимо, на ту сторону завала. Условия тренировок максимально приближены к реальным. Где-то среди разрушенных бетонных плит и обвалившихся металлоконструкций находится пострадавший. Задача – его найти. Она нашла его, она ищет к ней подходы. То есть, она примерно поняла, где пахнет человеком. Она ищет, где к ней зайти. Вот сейчас вот она... Чутье не подвело, цель достигнута, пострадавший обнаружен. Сказывается колоссальный опыт. Команду не раз поднимали по тревоге. В послужном списке Екатерины и Юги более 300 выездов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе и за пределы Татарстана. Это 2008 год. У нас год был такой тяжелый. Он начался с января месяца, когда было обрушение на Малопечерской, взрыв бытового газа. Екатерина там принимала участие на второй день по обследованию, уже когда все потухло там, то есть тления, горения не было, по обследованию завалов. В этом же 2008 году Екатерина принимала участие при обследовании места крушения Боинга 747 в городе Пермь. В составе группы спасателей она туда вылетала со своей собакой, работала. В этом же 2008 году, 27 декабря, было обрушение на улице Патрислу-Мумба, где тоже Екатерина принимала участие. По словам кинолога, заниматься собакой необходимо постоянно, иначе от былых достижений не останется и следа. К тому же конкуренты всегда рядом. В Казанском поисково-спасательном отряде есть еще одна овчарка такой породы. Ее хозяин, супруг Екатерины и тоже кинолог Дмитрий. Так что для них спасение людей – дело семейное.